МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы, не осомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Самое знаменитое фото Великой войны. Фотография, я считаю, гениальная. Она про войну сказала всё. Почему главное осталось за кадром? Заретушировали часы. Вот на этой руке. Великая провидица и отец народов. Могли ли они встречаться? Его последним аргументом был приезд к мультфильм. Кто и зачем скрывает факты биографии знаменитой святой? Там-то уже исчез насталинский эпизод. А также то, чего вы не знали о жире. Чем нас удивит знаменитый диетолог? Жир – это не враг. 30 апреля 1945 года над Берлином взвелось знамя Победы. Имена Егорова и Контарии, водрузивших красный флаг на крыше Рейхстага, знал каждый советский школьник. Однако этот решающий эпизод войны до сих пор вызывает множество споров. Кто на самом деле первым внес красный флаг внутри здания? Сколько знамен Победы существовало и какое из них подлинное? Как сложилась судьба настоящих героев штурма? Этот фотоснимок облетел весь мир. Красноармеец водружает знамя над Рейхстагом. Его поддерживает товарищ. Внизу стоит еще один солдат с автоматом на готове. Эта фотография абсолютно замечательная. В ней такой образ Победы есть и такой художественный образ есть. Он на века, понимаете? Фотография, я считаю, гениальная. Это вообще одно из лучших произведений, фотографий вообще за всю ее историю. Она про войну сказала все. Однако мало кто знает, что изначально знаменитая фотография выглядела немного иначе. На этом подлинном фотокадре, вот его негатив, заретушировали часы. Вот на этой руке у солдата позже пришла идея добавить чувство напряженности, грязовые облака, дымящийся город. Это единственная сохранившаяся фотография без ретуши. Но зачем вообще понадобилось что-то изменять? Почему автор снимка, журналист Евгений Халдей, сам выцарапывал иглой часы на руке солдата? Евгений Халдей не обратил на это внимание, что были две пары часов, и на той, и на другой руке. Заметила эта редакция перед самым выпуском. Его вызвали на ковер и спросили, вы с ума сошли? Это же пропаганда мародерства. Однако трофейные часы – далеко не единственная тайна знаменитого снимка. Много лет подряд считалось, что изображены на фотографии два героя, которых знала тогда вся страна. Сержант Егоров и младший сержант Кантария, выдрузившие знамя победы над Рейхстагом. Но это не так. Это были солдаты из разведроты. Абдул-Хаким Исмаилов и Алексей Ковалев. Алексей Ковалев, он как раз держит само знамя. Оказывается, знаменитый снимок был с режиссерова. Это постановочная фотография, так же, как и все остальные фотографии, которые... Ну, не все, а большинство фотографий Великой Отечественной войны. Даже знамя на фотографии Халдея – совсем не то, которое позже вошло в историю. Это скатерти, которые были выпрошены Евгением Халдеем у завхоза в ТАСС. Сшиты они были его другом портным. И серп и молот, он вырезался собственноручно из белого материала. Предположительно, некоторые источники говорят, что это была простыня. Так появилась фотолегенда. В это трудно поверить, но по такой же схеме создавался и сам миф о водружении на Рейхстаг знамени Победы. Сержанты Михаил Егоров и Мелитон Контария. Согласно официальной версии, именно они первыми поднялись на крышу Рейхстага. Но на самом деле знаменосцев было трое. Группу возглавлял младший лейтенант Алексей Берест. После войны Егорова и Контария участвовали как героев. А вот их командир оказался в тюрьме. Так почему же подвиг Береста до сих пор не получил признание? Много было несправедливости. Сталин дал приказ о том, чтобы первые сто человек, которые ворвутся в Рейхстаг, они должны были получить звание Героя Советского Союза. Но на самом деле было совсем иначе. И непосредственными участниками, кто был в этих событиях, и в одружении знамени Победы над Рейхстагом, оказались в стороне. Дочь Алексея Береста, Ирина Берест, уже много лет отстаивает доброе имя своего отца. Когда я расспрашивала его об этих событиях, он говорил, дочка, ты не верь тому, что смерть не страшна. Но в тот момент я не чувствовал. Потому что я чувствовал, что за мной Россия. Конец апреля 1945 года. Войска Третьей ударной армии ведут бои в самом центре Берлина. Главная задача – взять Рейхстаг. Таков приказ Сталина. Существует и еще одно негласное распоряжение – приурочить успешный штурм к празднованию 1 мая. Красный флаг над Рейхстагом должен стать подарком верховному главнокомандующему. По образцу государственного флага были изготовлены 9 штук. Почему 9 знамен? По количеству стрелковых дивизий, которые ходили в состав Третьей ударной армии. Начинается ажиотаж среди всех военнослужащих, находившихся в захваченном, но не поверженном Берлине. Мечта каждого – установить красное знамя на крыше Рейхстага. Тот, кто сделает это первым, получит звезду героя. Так говорится в директиве военного совета Третьей ударной армии, распространенной среди бойцов. То, что речь идет только об официальном знамени, никто не подозревает. Полотнище делают из всего, что окажется под рукой. В ход идут даже немецкие красные матрасы и наволочки. Первая группа Макова водрузила победный стяг под скульптуру богини Победы на крыше Рейхстага. Величественная скульптура такая. 22 часа 40 минут. В это же время с другой стороны здания водружает свой флаг группа лейтенанта Сорокина. Вот кадр из фильма «Романа Кармана. Неизвестная война. Битва за Берлин». Рядом с красным знаменем рядовой Григорий Булатов. Именно он установил стяг от имени сорокинских разведчиков. Множество добровольцев гибнет ради того, чтобы укрепить на здании Рейхстага красный флаг. При этом каждый считает, что знамя Победы водрузил именно он. Все это время знамя под номером 5 находилось в штабе 150-й стрелковой дивизии, расположенной в доме Гиммлера. Пока шли кровопролитные бои за Рейхстаг, никому и в голову не приходило, что самодельные красные флаги, водруженные разведчиками, окажутся политической ошибкой. О том, что над Рейхстагом развивается идеологически неправильное знамя, армейское начальство узнает вечером 30 апреля. Комбату 756-го стрелкового полка Неустроеву объявляют. У него есть час, чтобы исправить этот грубейший просчет. В период небольшого затища появился командир полка Зинченко и посмотрел, а где же наше знамя, номер 5? А этот Неустроев, да он их полно знамен. Да я номер 5, дед Паша. А его не было с нами. Действительно ли Егоров и Контария были знаменосцами в батальоне Неустроева или их срочно назначили на эту должность, неясно до сих пор. Исследователи считают, их выбрали не случайно. Учитывали не только статус и характеристику, но даже национальную принадлежность. Решение сугубо-политическое. Значит, один русский, другой грузин. Это уже, как говорится, реверант в сторону Сталина. С другой стороны, это неплохой, так сказать, символ интернационализма, который царил в те годы. Приказ, полученный Егоровым и Контарии, предельно конкретен. Внести знамя номер 5 в здание Рейхстага и водрузить на крыше. Однако с первого раза сделать это не получается. Вот здесь и Егоров, и Контария вынуждены были, помимо своей совести, изображать, что они с боем пробирались, поднимались и так далее. Но на самом деле запыхались, прибежали. Они пошли, пошли и возвращаются. Не нашли люка выхода, нет этого самого фонарика и так далее. И тогда, комбат не устроив, вызывает своего замполита Алексея Береста и отправляет его вместе с Егоровым и Контарией. Командир батальона. Кто подручный-то? Замполит, конечно. Лешка, давай. Лешка Берест, здоровый мужчина. Как говорится, коса шажень в плечах. Хлопцев говорит, пошли. Ну и на крышу Рейхстага. О том, что вместе с Егоровым и Контарией на крыше Рейхстага был кто-то третий, в советских учебниках истории не сказано ни слова. А ведь именно Алексей Берест, замполит батальона, организовал водружение официального знамени Победы на крышу Рейхстага. Пролет и лестниц были разбиты, сам купол был стеклянный, а Егоров и Контария были небольшого роста. И только спасла могучая фигура отца, потому что становились на его спину, это была лестница. И потом отцу пришлось закрепить знамя солдатскими ремнями, для того, чтобы он, когда это все было сделано, он сказал, теперь это знамя никто не собьет. После штурма в районе Рейхстага оставалось более двух тысяч немецких солдат. В ночь на 1 мая они запросили переговоры. Вышел комендант Рейхстага от генерала Вейдлинга, поднялся полковник СС с белым флагом. Потребовал, мы хотим, говорит, сложить оружие, но требуем уровень минимум генерала или полковника, штаба армии, не устроив командир батальона, он приказал своему замполиту, значит так, переодевайся в полковничью одежду, и ты будешь как полковник выступать на переговорах с генералом Вейдлингом. Переговоры длились почти 2 часа 40 минут. И когда обратно уже возвращались наши парламентеры, ту громадную фигуру отца, выпущена была целая очередь, фуражка была пробита в нескольких местах, но война хранила его, отец остался жив. Почему же замполит, который смог провести сложнейшие переговоры, человек, организовавший водружение знамени Победы, остался без наград? Якобы фамилию Береста из наградного списка вычеркнул сам маршал Жуков. Жуков здесь виноват. Жуков, видно, дал команду и так далее. Но я опять-таки не поддерживаю это. Не хочу я Жуков в этом. То все-таки здесь политработники, они здесь замешаны. Автор книги о Бересте Юрий Галкин убежден. Берест пошел на конфликт с теми, кто слишком многое решал в советской армии. И именно в этом стоит искать причины его опалы. Он не дал трофейным командам бесчинства в побежденном Рестаге и доме Гиммлера, где было накоплено огромное количество драгоценных картин, кобеленов, мебели и прочего. Он встал как замполит батальона на пути особистов НКВД СССР. Боевые друзья Береста не раз писали в Министерство обороны. Суть обращений всегда была одна и та же. Вручить лейтенанту звезду героя. Сам Берест не скрывал своего участия в одружении знамени Победы. Возможно, его нежелание молчать и стало причиной драматических событий в послевоенной судьбе замполита. В 1948 году он закончил службу, а в 1953 осужден. Дело было сфабриковано. То есть была, видимо, дана такая команда сверху этому следователю. Потом уже спустя много лет я встречалась с ним. И он сказал, что... Мне сказали, если ты хочешь работать, то Берест должен сидеть. На суде 20 свидетелей сказали, что он ни в чем не виноват. Тем не менее, его судили и дали сразу 10 лет. Спустя 2,5 года Береста освободили. По ходатайству комдива 756-го полка генерала Шатилова. Несмотря на тяжелый удар, он смог вернуться к нормальной жизни. Устроился на работу. Сначала в сталилитейный цех завода «Ростельмаш», потом на кондитерскую фабрику. Однажды, возвращаясь в партсобрание, Берест стал свидетелем чрезвычайного происшествия. Балом все народы делали. И девочка от матери отошла и бегом побежала к лельце. Он в стороне был. И в это время поезд подходил. Он бросился под поезд. Отец рванулся и успел схватить девочку за руку и выбросил ее на перрон. Разворачиваясь, он зацепился морским клешем за состав поезда. Это воздушная волна его подняло. И отец упал на перрон. Он спас от гибели ребенка. Но сам так и не справился с кровопотерей. Алексей Берест скончался в больнице в ночь на 4 ноября 1970 года. Несколько месяцев не дожил до 50-летия. Так и не дождался ни наград, ни почестей. Сумев преодолеть все тяготы войны, в мирной жизни погиб как герой. Победа в войне была одна на всех. И знамя победы тоже одно. А вот героев, как видим, много. Неужели младший лейтенант Алексей Берест не удостоен звания Героя Советского Союза только из-за того, что он политработник? А рядового Григория Булатова не наградили лишь потому, что он водрузил над Рейхстагом обычный красный флаг, а не знамя своей дивизии. Если это так, то это чудовищная несправедливость, с которой мы живем уже 68 лет. Смотрите далее. От нее всегда ждали чудес. Даже после смерти. Я преподала к иконе, в общем-то, и со слезами просила. На следующий день она мне это, в общем-то, и дала. Кем на самом деле была Матрона Московская? Новые версии происхождения Великой Провидицы. Незаконная рожденная из дворянской семьи. Эту систему питания считают своим спасением тысячи людей. Через полтора месяца я потерял 16 килограмм. Но чем страшна знаменитая кремлевская диета? Это жесточайшая диета, дикие боли в ногах, иногда потери трудоспособности. Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В 2008 году в Петербургской епархии Русской Православной Церкви разразился грандиозный скандал. Игумен Евстафий Ижаков, настоятель храма в Стрельне, повесил около алтаря икону. Святая Матрона благословляет Сталина. Через несколько дней под давлением общественности священник икону снял и попросил освободить его от должности настоятеля. Интересно, как родился миф о визите Сталина? И миф ли это вообще? Вот та самая икона. Она и в самом деле выглядит странно. С одной стороны, лик святой, изображенный довольно близко к канону, с другой – Иосиф Сталин, срисованный из фотографии. В шинели и в полный рост. Согласно одной из версий, отец народов встречался с Матроной во время обороны Москвы. Верховному главнокомандующему нужно было принять важнейшее решение. Оставаться ли в осажденной столице в этот критический момент? Как известно, Сталин тогда не уехал из Москвы. Было два человека, которые повлияли на его решение. Остаться. Первый – это был Жуков. Жуков его сказал в Москву, безусловно, удержим. Немец будет отброшен. Но у Сталина, вероятно, появился еще последний способ проверить правильность этих слов. Его последним аргументом был приезд к Матроне. Неужели простая крестьянка, слепая и неграмотная, могла так повлиять на ход российской истории? Игумен Евстафий в этом не сомневается. Матрона совершенно точно не была обычным человеком. При жизни такие святые вызывают противоречивые чувства. Потому что они считаются ненормальными. Их жизнь вызывает вопросы и насмешки. От смерти до канонизации Матроны прошло всего 40 лет. Уникальный случай в истории православия. Для сравнения, Серафим Саровский был причислен к лику святых спустя 70 лет после смерти. Она была канонизирована только исключительно из-за народного почитания, но и из-за того, что известно много случаев ее чудес. В эти чудеса сегодня верят тысячи людей. Известная актриса Мария Бертенева рассказывает. Однажды на гастролях она серьезно заболела и сорвала несколько выступлений. В тот момент ей показалось, жизнь и карьера пошли наперекосяк. И только поход в Покровский монастырь к мощам Матроны вернул ей силы и надежду. Я не помню, честно говоря, как я преподала к иконе, в общем-то, и со слезами. Просила просто успокоения душевного и еще кое-что. Что, в общем-то, я и получить не чаяла, но на следующий день она мне это, в общем-то, и дала. Итак, что известно о первых годах жизни Матроны Никоновой, будущей святой. Родилась она в селе Себино Тульской губернии. По одним источникам, младенец без глазных яблок появился на свет в 1881 году. По другим – в 1883. По третьим – это был 1885 год. Известно также, что в 18 лет девушка была полностью парализована ниже пояса. Эти два факта позволяют предположить, что у Матроны была тяжелая генетическая патология. Но как она могла возникнуть? Это журналист Алексей Челнаков, автор серии исследовательских статей о жизни Матроны Московской. Он несколько раз приезжал в то самое село Себино и работал в историческом архиве районного центра. Челнаков изучил метрические книги местного храма за 10 лет. С 1880 по 1890 год. Но записи о рождении девочек с именем Матрона в крестьянской семье Дмитрия и Натальи нигде обнаружить не удалось. Оставалась одна зацепка. Из метрической книги за 1883 год пропали почти все страницы. Кроме тех нескольких, куда занесены имена родившихся в январе. Может быть, эти страницы просто были уничтожены? Но почему и кем? Матушка Матрона могла быть взята крестьянской семьей, как незаконная рожденная из дворянской семьи. Дело в том, что неподалеку от того села, где жила вот эта крестьянская семья, была варянская усадьба древнего рода Голицыных. И кто-то из этого рода, одна из женщин молодых, могла родить внебрачного ребенка. Возможно, от новорожденной в семье аристократов просто захотели избавиться. Есть версия, что ребенок мог появиться на свет в результате связи между близкими родственниками. Отсюда редкая врожденная патология – отсутствие глазных яблок. Мозг был уже исходно настроен на отсутствие визуального восприятия. Дети ее в младенческом возрасте, так сказать, очень успешно тренировали, издеваясь над ней. Они загоняли ее в яму и потом хохотали, смотря как она выбиралась из этой ямы и бежала домой. Считается, что пророческий дар Матрона Никонова обрела в 6 лет. Именно тогда девочка сделала свое первое предсказание. Маленькая Матрона сказала, ваш дом сгорит через два дня, и так случилось. Мало-помалу после этого случая стал к ней приходить крестьянский народ, чтобы получить какой-то прогноз, какое-то обрисание будущего. Когда власть в стране перешла к большевикам, Матроне было уже за 30. И именно в это время ее жизнь изменилась. Но эти перемены вряд ли можно назвать радостными. Ее старшие братья после 1917 года вступили в большевистскую партию, были активистами, возглавляли сельские ячейки коммунистические, раскулачивали, то есть они участвовали в раскулачивании. Они, по сути, сестру свою выгнали из дома. Родственников Матроны тяготила ее набожность и ее слава целительницы. К тому времени слепая женщина помогла уже тысячам людей. Эти случаи, по большей части, не поддаются логическому объяснению. Был случай, когда она внезапно заболевшего, потерявшего движение, односельчание вылечила, заставив его ползти к себе на прием. Полз он 3,5 часа. Что она там с ним делала, как она там над ним молилась, но ушел он от нее на своих ногах. В 1925 году Матрона вместе с подругой Лидией Янковой уехала в Москву. О ее жизни в столице вплоть до 1942 года неизвестно практически ничего. Жила даже в Саконика, где-то в фанерном доме. В морозы ее знакомые к ней пришли. Она приножила к стенке этого фанерного домика. Вряд ли присутствие слепой ясновидящей, которой то и дело выстраиваются очереди и страждущих, могло остаться незамеченным. Считание ее, конечно, было совершенно небывалым. И таким образом, то, что Матрона избежала ареста, это чудо даже. Документально зафиксированная история жизни Матроны начинается с 1941 года. Именно в это время ясновидящую приютила семья Ждановых в своей квартире в Староконюшенном переулке. Их дочь Зинаида впоследствии напишет «Житие святой». Легендарную встречу Сталина и Святой Матроны, попавшую в скандальный иконописный сюжет, церковь изъяла из «Жития святой». Нет ее и в официальной биографии вождя народов. Хотя как минимум два свидетеля утверждают, когда немецкие войска стояли под Москвой, Сталин приходил к слепой старице и просил у нее совета. Глубокой ночью в Староконюшенный переулок тихо въезжает машина. В ней всего два человека. Один из них шофер, во втором, если приглядеться, можно узнать вождя народов. Примерно так описывает это отец Евстафий. Сталин выходит из машины. Причем, как ни странно, он знал, куда пройти. Эту дверь, где надо было открыть, эта дверь у него, вероятно, была ему известна. Из каких-то источников. И вот он вошел в эту комнату, ну, не поздоровавшись, или прямо обратившись к ней, к Матроне. По словам священника, Сталина у Матроны видела не только Зинаида Жданова, но и ее соседка со второго этажа. С этой женщиной священник был знаком лично. Анастасия Ивановна, которую я знал, и был ей 70, а я был еще 25-летним человеком. И вот она, однажды, собравшись вместе с своей подругой, вдруг тихим голосом рассказала. Почему тихим? Потому что им сказали, вы не болтайте. Но историки сомневаются в том, что такой визит был вообще возможен. Государственный деятель, руководитель партии правительства. И, конечно, если бы даже куда-то там поехал, это бы где-то отложилось. Да и вообще, я думаю, что это не очень похоже просто на него, на сам его характер, на его отношения с людьми, чтобы он вдруг отправился ну вот к такой женщине, ну, овеянной ореолом православного почитания. А вот психофизиологи считают, что такая встреча вполне в духе отца народа. Если Матрона встречался со Сталином, значит, она увидела в нем личность, которая способствует восстановлению нации. А, собственно, такой личностью он и был. Не будем забывать, что Сталин Джугашвили с отличием окончил духовное училище и довольно успешно учился в Тифлийской семинарии. Страна официально жила по законам атеизма. Но именно советский вождь принял несколько неожиданных решений, о которых и сегодня мало кто знает. И патриарх искренне считал, и большинство наших епископов, что Сталин был действительно вот таким богоданным вождем, что ему в плане благодарны за то, что он прекратил гонение на русскую церковь, что он восстановил патриаршество, что он действительно, значит, разрешил существование семинария, академии, монастырей. После победы советские историки основательно почистили жизнеописание вождя. Чуть позже, со своей стороны, над образом Матроны поработали и священнослужители. Церковь взялась за исследование, за написание уже официальной биографии святой. И там-то уже исчез сталинский эпизод. Из-за предполагаемой встречи со Сталином канонизация Матроны Московской до сих пор вызывает споры среди верующих. Рассказы о творимых ею чудесах, о пророчествах передавались из уст в уста. А вот составленного по всем церковным законам жития блаженной перед ее канонизацией так и не появилось. Зато в 1993 году огромным тиражом вышла книжка Зинаиды Ждановой «Сказание о житии блаженной старицы Матроны». Прочитав ее, историк Илья Семенко-Басин отправился на Даниловское кладбище, где была захоронена ясновидыщая. Да, действительно, люди приходили и, ну что греха оттарить, возник даже кладбищенский бизнес, потому что на могилу Матрон нужно было цветы приносить. И вот уже группа людей встречали паломников при входе на кладбище с этими букетами, которые продавались по какой-то, так сказать, сходной цене. Такой вот типичный народный культ несанкционированной иерархии, ну вот такой очень живой, живой, ну с какими-то своими верованиями, обычаями. В 1999 году мощи Матроны перенесли в Бокровский женский монастырь. Сегодня это место настоящего паломничества тысяч людей. Это мое, скажем так, любимое место в Москве, там я себя чувствую прекрасно и спокойно, и даже когда на сердце тяжело или какие-то вот неприятности в жизни, я всегда стараюсь пойти туда. Верующим России была просто необходима такая святая. Не так много в новейшей отечественной истории людей, которых уважают и почитают буквально все. Из священников, отрицающих факт общения Матроны и Иосифа Сталина, тоже можно понять. Зачем ставить вровень великую провидицу и великого тирана? После скандала с иконой Матрона благословляет Сталина, изображение диктатора срочно закрасили, а на его месте написали трех ангелов. Теперь икона называется «Явление ангелов святой Матроны». Если реставраторы из далекого будущего снимут верхний слой краски, они, вероятно, будут удивлены. А новые летописцы, возможно, опять отредактируют историю. Смотрите далее. Так ли страшен целлюлит? Если у женщины нет целлюлита, то эта женщина не способна рожать нормальных детей. Зачем люди худеют до смерти? Мне казалось, что я очень толстая, 30,5 килограмма. И самые страшные мифы о жире. Откровение диетолога-миллионера. Жир – это не враг. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Сколько стоит похудеть? В России это около трех тысяч рублей за килограмм. Столько в среднем стоят услуги диетологов, хирургов и тренеров. Косметическая и фармацевтическая индустрии не просто живут за счет наших психологических комплексов. Они вкладывают миллионы для того, чтобы эти комплексы создать. Кто и с какой целью объявил худощавое тело недостижимым идеалом красоты для взрослых людей? А жировые отложения возвел в ранг болезни. Супермодели – воздушные, почти невесомые девушки. А это Твигги, она же Лесли Хорнби. Ее называют первой супермоделью 20 века. Худенькая девочка-тростинка с огромными глазами покорила мир в 60-е годы прошлого столетия. Девушки всей Земли и сегодня мечтают быть такими, как она. И доводят себя диетами до полного истощения. В эту ловушку попала и Настя Кавригина, студентка из Красноярска. Молодой человек обронил фразу, сказал, что он любит анорексичных девушек. И вот тут вот у меня свернуло голову, и я начала худеть стремительно. Мне казалось, что я очень толстая, 38 килограмм. Она вернулась к нормальной жизни лишь благодаря стараниям родных. А потом решила исследовать вопрос повального увлечения худобой. И пришла к удивительным выводам. В фэшн-индустрии очень много дизайнеров на традиционной ориентации. Естественно, они девушек подгоняют под стандарт мальчиков. Я разговаривала с директором модельного агентства, которое подтвердило мне эту информацию. А теперь посмотрите на первую фотосессию Твиги. На многих снимках действительно не очень понятно, какого пола существо перед вами. Мало кто знает. Карьера этой звезды закончилась в 21 год. Как только девочка-подросток превратилась в женщину. Дизайнеры и модельеры по-прежнему внушают нам. Гладкие полуобнаженные модели и актеры – вот идеал, к которому нужно стремиться. Жировые отложения объявлены болезнью. Но что скажут врачи? Целлюлит – это норма. Норма любой женщины. И в старину считалось, что если у женщины нет целлюлита, но это раньше по-другому называлось, то эта женщина не способна рожать нормальных детей. Это нормальное совершенно состояние женщины, когда у неё появляется целлюлит. То, что косметологи называют целлюлитом – вторичный женский половой признак. Жировая ткань, защищающая мать и её потомство, устроена именно так – в виде апельсиновой корки. Последние полвека женщины всё больше обнажаются – бикини, мини-юбки, шорты. Веками до этого целлюлит скрывала одежда. Культура женского тела создавалась в разных цивилизациях веками. Как и в восточной культуре, где-нибудь на Таити и в древнерусских селениях всегда любили женщину в теле. Если девушка была таща, худа, её откармливали специально блинами с маслом, чтобы она приобрела, наконец, те формы, которые нужны для того, чтобы счастливо и успешно выдать её зам. Худоба прочно ассоциируется в мужском сознании с молодостью. Иметь рядом худую и молодую спутницу – вопрос престижа. Хотя ещё сто лет назад всё было ровно наоборот. Пышная, дородная жена символизировала достаток мужа и хорошие, гармоничные отношения в семье. То есть поговорка, что 50% мужчин любят полных женщин, а 50% это скрывают, не лишена оснований. Как утверждают сексологи, женщины в теле гораздо темпераментнее худышек. Они быстро заводятся, они легко достаточно достигают оргазма. Их может удовлетворить мужчина с не очень-то прямо великими способностями в сексе. Тогда как для двухметровой худой фотомодели, вы понимаете, нужно приложить какие-то нереальные старания и усилия, чтобы там что-то где-то разбудить и довести её. Но модельный бизнес – лишь часть огромной системы по выкачке денег из доверчивого потребителя. Куда большую роль здесь играют пищевые корпорации и созданные ими мифы. Нас уже приучили к тому, что жир во всех его проявлениях – настоящее зло. Он источник тех самых лишних калорий, которые мы упорно считаем с 70-х годов прошлого века. Но так ли это на самом деле? И можно ли похудеть, исключив жир из рациона? Это знаменитый французский диетолог Пьер Дюкан. Его система похудения обрела сотни тысяч последователей по всему миру. Только с нашей программы эксперт делится удивительной информацией. Оказывается, человечество толстеет лишь последние 70 лет. До этого всё было в пределах нормы. До 1944-го не было даже такого количества полных людей, чтобы вести по ним статистику. Таким образом, излишек веса в мире существует с 1944-го года. И сегодня это полтора миллиарда полных. Но почему так произошло? Неужели всему виной прогресс? Генетика не изменилась, привычки не изменились. Пищевые корпорации заставляют нас потреблять еду с излишком вредных сахаров и жиров. Принято считать, что жир в человеческом организме накапливается из-за потребления определенных продуктов. И хотя содержание жира в свиной отбивной и стейке тёмги может быть одинаковым, первая вредна, а второй полезен. Парадокс и не единственный. Известный диетолог Алексей Ковальков несколько лет назад сбросил треть собственного веса. Он не делит жиры на хорошие и плохие. И напоминает, жирные кислоты омега-3, те, которыми так богата красная рыба, усваиваются организмом только в определенных сочетаниях с другими продуктами. Если просто банально есть, например, красную рыбу, думаешь, что оттуда усвоится, а не усвоится. Но если вы зальёте её подсолнечным маслом, положите на чёрный хлебушек, потому что необходим инсулин, который выделится на углеводы, как транспортная система. Тогда это всё сработает. Неужели многочисленные системы раздельного питания попросту лишают наш организм продуктов, необходимых для жизни деятельности? Жиры – это важная составляющая пищи. Энергетический источник и растворитель для витаминов. Французский диетолог Бьер Дюкан рассказывает, враг стройности номер один вовсе не жир, а сахар. Жир – это не враг. Проблема жиров лишь в том, что они богаты калориями. Но это менее опасно, чем сахар. Хотя я согласен со многими своими коллегами в том, что есть хорошие и плохие жиры, те, что животного происхождения, засоряют артерии. Рыбные жиры или жиры масел, орехов и так далее артерии очищают. Диета француза Бьера Дюкана получила мировую известность в 2000 году. Американский рынок молниеносно отреагировал на повальный отказ потребителей от сахара. Вновь пошли вверх продажи так называемых диетических продуктов и напитков. Последние, как правило, содержат сахарозаменитель Аспартам. Аспартам или Е951 – химический сахарозаменитель. Он в 200 раз слаще сахара. По некоторым данным, длительное использование Аспартама может вызвать головную боль, аллергию, депрессию, бессонницу и даже рак мозга. Маргарита Королёва – персональный диетолог многих эстрадных звёзд. Она предупреждает – исключение жира из рациона в погоне за красотой приведёт к быстрому старению организма. При непоступлении жиров организм истощается. Да, безусловно, человек будет худеть, но будут страдать все функции, обусловленные недостатком или отсутствием жиров в составе пищи. Это не только истощение физическое, это нарушение репродуктивной функции, это высушивание кожи, это когнитивные функции – слух, память, зрение. Певица Корнелия Манго просто не может исключить сахар. Жизнь без шоколадки и тортика для неё невозможна. Ежедневная реальность артистки – борьба с лишними килограммами. Но и для сластён нашёлся способ похудеть. Расставшись с молодым человеком, девушка твёрдо решила сбросить вес. Но только под наблюдением специалиста-диетолога. Советы врача удивили. Ничего не исключаем из обычного рациона. Только сокращаем порции и двигаемся. Ну, я весила 118. Это было очень много. А сейчас я вешу 85. Это получается 33. Ну, где-то так. Ну, только ещё самое главное же удержать, что очень сложно. Конечно же, как только я понимаю, что прибавилось 2-3 килограмма – это звонок. Всё! Пока диетологи и их пациенты ломают копья на тему, чего бы ещё такого съесть, чтобы похудеть, кажется, существует быстрый, но дорогой и рискованный способ похудеть раз и навсегда. И убрать ненавистный жир именно в тех местах, где его больше всего. Они называются жировыми ловушками. Их невозможно убрать ни физическими упражнениями, ни приёмом каких-то жиросжигающих препаратов, ни диетами. Они остаются, к сожалению. Поэтому в этом случае пациенты прибегают к помощи пластического хирурга. После липосакции излишки и складки в местах откачки жира больше не появятся. Это хорошая новость. Но есть и плохая. Жир найдёт в нашем организме другое убежище. И непонятно, где оно будет. Если человек продолжает набирать вес, оставшиеся клетки просто ещё более увеличиваются в объёме. Их количество остаётся постоянно. Людей умело запутывают различными системами питания. Настойчиво лечат от целлюлита. Продают чудодейственные таблетки и мази по баснословным ценам. И это всё не работает. Почему? Потому что на самом деле индустрия похудения обеспечивает лишь временный положительный эффект. И за счёт этого её клиентами становится огромное количество людей. Интересно, а есть ли те, кто не попался на этот крючок? Это Тимур Миронов. Солист популярной группы «Доктор Ватсон». Несколько лет назад он понял – все концертные костюмы стали ему малы. Худеть артист решил самостоятельно. Выбрал одну из самых экстремальных систем питания. Так называемую «кремлёвскую диету». Кремлёвская диета полностью исключает потребление простых углеводов – сахара, муки и круп. И снижает количество сложных – овощей и фруктов. Жиры и белки можно потреблять в любом количестве и в любое время суток. Получился неожиданный эффект. То есть я буквально через неделю посмотрю, у меня 4 килограмма нет. Через опять 4, 10 килограмм уже прошёл месяц. Через полтора месяца я потерял 16 килограмм. Но действительно ли «кремлёвка» – спасение для толстяков? Это жесточайшие диеты, дикие боли в ногах, иногда потери трудоспособности. Кремлёвская диета приводит к образованию уратных камней в почках в течение двух месяцев. Любая диета, даже диета Аткинса, которая была в основе «кремлёвской диеты», имеет лейбл, название. На «кремлёвскую диету» никто своё имя не наложил, ни один диетолог. Почему? Потому что никто не хочет нести ответственности за это. Известный советский терапевт Мануил Певзнер, автор системы лечебных диет, считал, что нижний предел потребления углеводов человеком – 250 граммов в день. От этой цифры до сих пор отталкивается вся российская диетология. А «кремлёвка» предлагает снизить это количество почти в 6 раз. При этом снижается иммунитет, при этом нарушается процесс пищеварения, при этом появляются недомогания, слабости, и всё, что сопровождает эту диету. Человек радуется лишь тому, что стрелка весов динамично отклоняется влево. Но получает серьёзные при этом проблемы. Музыкант Тимур Миронов придерживается системы питания без мучного и сладкого уже 8 лет. Уверяют, самочувствие при этом потрясающее. Вот, допустим, я там раз в полгода обязательно прихожу, гроб издаю, показываюсь врачам. Но никаких таких отрицательных результатов пока у меня не было, даже во время этой диеты. Остаётся только порадоваться за артиста. Но как долго он сможет придерживаться этой системы питания? И чем ему придётся расплачиваться в итоге? В любом случае, Миронов ощущает себя победителем. А вот как чувствуют себя те, кто сидит на таблетках для похудения, пользуются дорогими кремами и по-прежнему уверен, что жир – это зло? Может ли в ближайшем будущем что-то измениться? В 2009 году учёные Университета Беркли из штата Калифорния выявили ген ожирения и фермент, который отключает этот ген. Лекарство от лишнего веса уже успешно прошло испытание на животных. Остаётся только гадать, сколько будет стоить чудо-препарат, способные решить проблемы полутора миллиардов человек. Если это не очередной рекламный трюк, то многочисленная армия борцов с лишними килограммами останется без работы. Что лично мне кажется маловероятным. Индустрия похудения просто не даст чудо-средству выйти на рынок. Бизнес есть бизнес. У нас работает собственный сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Легендарный разведчик Штирлиц. Существовал ли он на самом деле? И кто стал его прототипом? Человек с миллионом секретов. Эдвард Сноуден. Предатель или герой? Подземная цивилизация. Неужели американцы нашли её? И что искали нацисты в пещерах Кабардино-Балкарии? Субтитры создавал DimaTorzok